Самое страшное, вот это, боимся, потому что она вот-вот рухнет. Эта печь – основной источник тепла в квартире на улице Инжирная, 5. Обогреваясь дровами, женщина с красивым именем Мадонна постоянно боится за свою безопасность и детей. Дом 34-го года постройки уже давно признан аварийным и в буквальном смысле расходится по швам. Но уже через неделю жильцы забудут о своих страхах и обретут новую крышу над головой. Ключи уже дали, мы смотрели квартиру там, все нормально, и сказали подключением, все как будут, они будут нам звонить. Мы приходим, иногда смотрим, радуемся, что там идет вперед, все, не знаем, вот ждем каждую минуту. Уже через неделю Мадонна Хутаевна с семьей переедет в эту уютную двушку нового многоквартирного дома на улице Виноградная. Здесь еще ведутся отделочные работы и подключаются коммуникации. К новоселью готовятся 120 семей из разных районов Сочи. Возможность переехать в новые дома сейчас люди получили благодаря федеральным программам переселения из ветхого и аварийного жилья. Вот наша квартира. Она маленькая, уютная, со всеми удобствами. Ванная. Вот маленькая уютная кухонька у нас. Своим новым 30-ти квадратным метрам Нина Ивановна не нарадуется. Ей действительно есть чем сравнить. В бараке на совет кваджи не было удобств. Туалет, ванная на улице. Да и солнечный свет не поступал в комнату. Люди, которые переселились и ждали по 20-30 лет квартиру, они первый раз увидели красивое, светлое и солнце в своем окне. Все удобства сделаны для того, чтобы люди проживали, а не просто прозябали в этой жизни. Поэтому большое спасибо Путину за такую программу семейную. И также большое спасибо, что Кондратьев, наш губернатор, также Пахомов эту программу предварили в жизни. За прошедшие пять лет из ветхого и аварийного жилья в новое переехали более полутора тысяч сочинцев. В 2016-м ключе от новых квартир получили больше 300 человек. Эта работа продолжится и в этом году. Мы планируем предоставить 160 квартир. Площадка выбрана. Это переулок Вишневый. Работы там уже начаты. Фундамент уже двух высоток залит. Я думаю, что мы и следующий год, как и положено, выполним всю программу. Да, Юрий Федорович, эти 160 квартир, которые мы в этом году построим, либо приобретем, они поставят точку в федеральной программе. И таким образом мы переселяем около тысячи наших семей. Примерно столько же нам еще предстоит переселить. И эту работу мы ни в коем случае не должны прекращать. Поэтому я поставил перед вами задачу о создании проработки и создании новой программы переселения из ветхоаварийного фонда именно за городские деньги. Для этих целей город изыщет 100 миллионов рублей из своего бюджета. В первую очередь программа коснется особо нуждающихся в переселении людей. Уже в этом году планируется предоставить порядка полутора тысяч квадратных метров жилья. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.